Дальше, если мы будем говорить про спортивный жесткий тейп, хватит уже меня слушать, давайте немного поработаем. Возьмите, пожалуйста, ваш тейп. Я возьму белый, потому что он у меня уже готовый. Попробуйте его оторвать. Просто руками. Оторвать. Кусочек. Маленький. Нет, прям взять и оторвать кусочек. Не надо разрывать напополам. Оторвать кусочек. У всех получилось? Да. Отлично. Вы, ну, традиционно, аудитория делится на 50 на 50 в среднем. Те, кто оторвали, вы молодец или молодцы, молодчиха, не знаю, как всех назвать. Супер. Поднимите руки те, у кого не получилось. Отлично, 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 отлично. А что, почему у вас не получилось? Что-нибудь не так? Жесткий слишком? Да. Отлично. Значит, с точки зрения работы со спортивным жестким тейпом, в этой методике предполагается, что вы должны знать как бы два основных момента, нюанса работы со спортивным жестким тейпом. Без разницы какой-то марки будет, он будет вот с такими насечками или без таких насечек у вас. Не принципиально. Самый простой способ для разрыва, после которого в основном, кто из вас играет на гитаре или когда-нибудь учился, отлично. Когда вы учились, пальцы болели первые месяца два? Ну, вот примерно та же самая история здесь. То есть, по сути своей, если вы в дальнейшем будете активно, я не знаю, каждый день применять спортивный жесткий тейп, ну, пару недель поболит, потом перестанет. К вечеру достаточно активно у вас начнут ныть пальцы, это нормально, не переживайте. Завтра, по идее, это пройдет, по идее. Если будут какие-то косточки торчать, что-то красное течь, обязательно скажите нам с Ольгой. Мы уточним, что делать дальше, но, по идее, такого быть не должно. Значит, ваша задача для того, чтобы понять, как, собственно, разорвать спортивный жесткий тейп. Сделать так называемый щипковый захват двух рук. То есть, имеется в виду, указательный пальчик поставить на большой пальчик, указательный на большой. Сделать это максимально близко друг к другу. Это у всех, я думаю, может получиться. Отлично. Дальше. Максимально нажать этими пальчиками друг на друга, чтобы прям вот побелели они. И дальше на этом уровне просто взять и порвать тейп. Супер. У тех, у кого не получается, вы, скорее всего, делаете следующее. Делаете, ну давайте покажу, замин такой, ну залом. Связано это с тем, что, я сейчас очень грубо показываю, что вполне возможно между пальцами у вас происходит вот такая вот ситуация. Ваша задача пальцы поставить максимально близко друг к другу и после этого порвать. Вот прям максимально близко. Обращаю внимание, что те специалисты, которые как бы до сих пор вот прям вот сложно, безусловно, в рамках практики мы это еще раз отработаем. Но еще раз, это просто всего лишь навсего практический навык, ничего там сверх страшного в этом нет. Заранее отвечая на вопрос, обычно его задают девочки, а можно ли резать ножницами. Безусловно, вы спортивные жесткие тейпы можете резать сколько угодно много ножницами, вопросов нет. Но это сразу же очень надолго откинет вас с точки зрения правильного выполнения аппликации по времени. И второе, скорее всего, аппликация сползет. Почему так? Спортивное жесткое тейпирование предполагает, что вы тейп крепите за тейп, крепите за тейп, то есть конструкция держится сама за себя. Отсюда следствие, что чем быстрее вы сделаете, тем, соответственно, будет лучше. Это, собственно, важный момент. Дальше, касаемо удержания края тейпов. Здесь вам, собственно, крайне важно это отработать сейчас, потому что и в спортивном жестком тейпировании, и в кинезию, и в динамическом тейпировании есть аппликации, которые предполагают, что вы должны работать, ну, так называемые аппликации с рулоном. То есть вы должны взять рулон и постоянно его, удерживая в том или ином натяжении, собственно, делать то или иное движение. Отсюда следствие, что как считаете, как мне сделать так, что я вот, смотрите, я вот тяну тейп, но он вытягивается. Я ничего с ним не сделаю. Как мне сделать так, чтобы он не вытягивался, но был натянут? Первое. Я могу взять и подкрутить. Правильно? Вот взял и подкрутил. Это логично. Еще варианты. Я могу взять и поставить вот так палец? Могу. Но, опять же, проблема в том, что если бы этот тейп тянулся, как считаете, у меня натяжение везде одинаковое было? Вряд ли. Отсюда следствие, что если, ну, и учиться правильно, да, держать рулон, то либо вот таким образом в преднатяжении или в подкрутке основного рулона, либо сделать так называемую зону отграничения. Про зону отграничения, поверьте, вы будете слышать очень много в эти два дня. Зона отграничения – это тот участок вашего пальца, ребра, ладони, чего угодно, который располагает строго перпендикулярно по всей ширине аппликации. И, собственно, еще раз, идет по всей ширине. Это важно. То есть, ваша задача – держать либо так, чтобы не разматывалось, либо подкручивать. Других вариантов на настоящий момент не существует. Если что-то свое придумаете, мы будем счастливы про это рассказывать. Это у всех получилось? Можно на это время не тратить? Отлично. Касаемо контроля натяжения тейпа, по сути своей, здесь та же самая история. Дальше. Как считаете, в чем проблема будет, если я что спортивный жесткий тейп, что кинезию, что без разницы, какой вид тейпирования, сделаю следующим образом. Нанесу одну аппликацию на ногу. После этого их зафиксирую и дальше отпущу пациента ходить. Все ли нормально будет? Все ли в порядке? Вот здесь. Скорее всего, здесь будет возникать замин кожи. Как считаете, к чему это приведет, если пациент при этом постоянно вот так будет делать? Кожа сжалась-заражалась, сжалась-заражалась. Так или иначе, это будет травмирование кожи. Отсюда следствие, что спортивный жесткий тейпирование и это же правило перешло на комбинированные аппликации с кинезией тейпирования, и это же правило действует в динамическом тейпировании, должны быть нанесены либо на одну треть, либо на половину друг друга. В ином случае аппликация просто, ну как минимум, сорвется. И второй момент, то что она физически будет травмировать пациента. Это важный момент, опять же, он теоретически, я надеюсь, это понятно, нет смысла это вам повторять на подлечении. Следующее, на что хотел бы обратить внимание, что для снятия аппликации, допустим, спортивного жесткого тейпирования, нам достаточно всего лишь навсего взять спрей для снятия, или жидкость для снятия, или спрей для снятия, и, собственно, снять аппликацию с помощью резака или спортивного жесткого тейпа. Как считаете, а что мы будем делать, если мы вот сейчас сразу же разберем, допустим, кинезиотейпы или динамические тейпы, вот каким образом снимать их, как считаете? Заранее говорю, что есть там специальные техники снятия, мы это, естественно, все проговорим. Какие-то вещества будем применять, как думаете? Откуда информация? Я читал по педиатрии. По педиатрии читали? Да, я за пологи франформировал. Киселев. Дмитрий Анатольевич, отлично. Так, еще варианты, как считаете? Отлично, супер, отлично ответ. Значит, давайте разберем то, как изначально развивался, потом, собственно, посмотрим, какие варианты еще существуют. И Ольгу Игорину тоже послушаем. Значит, первично, если мы говорим про спортивные жесткие тейпы, есть отдельная индустрия, там куча еще распреев, смывок для снятия или жидкости для снятия. Это первый вариант. Второй вариант, действительно, это любой маслосодержащий раствор или просто, я не знаю, Johnson's Baby налили, залили, нанесли на ватный диск и, собственно, поработали с той или иной аппликацией, и, по идее, она там должна отвалиться. Дальше некоторым пациентам комфортнее, в принципе, субъективно комфортнее снимать аппликацию, неважно, это спортивный жесткий тейп, ой, извините, это неважно, кинезиотейп, динамический тейп, кросс-тейп, когда он, собственно, намочен или когда там что-то влажное. Есть свои плюсы в этом, есть свои минусы. С точки зрения, допустим, если мы будем говорить про педиатрию, что еще можно добавить с точки зрения снятия? В большинстве случаев, на самом деле, как бы ни рассказывали про то, что масло прекрасно снимает тейп, а на практике у тех детей, у которых очень горячая кожа, то есть те детки, особенно и взрослые пациенты, особенно в области шейно-воротниковой зоны, сколько бы масла-то не лили, какое бы замечательно оливковое, подсолнечное, то есть даже сливочное можно пробовали у меня один пациент снимать, хоть пятого. К сожалению, все равно идет отрыв верхнего слоя эпидермиса, и это болезненно. Поэтому в этом случае лучше всего используют ремуверы. Существуют ремуверы, которых нет в составе любого средства, которое очень активно пахнет, но на самом деле 2 минуты у вас тейп снимается без всяких проблем. Но в данный момент времени в России не существует ни одного ремувера для кинезологического тейпирования. Они все предназначены для атлетического жесткого тейпа, поэтому важно не менее 5 минут подождать после того, как вы нанесли этот спрей или смочили ватный диск, то есть что угодно сделали. В противном случае вы снимете ткань, но клея останется у вас на пациенте, и после этого вам потребуется достаточно большое количество времени, чтобы снять этот клей. Если такое произошло, лучше всего снимается, соответственно, или уж спиртовой салфеткой, или обычным спиртом, или водкой, или пополам разведенной. То есть это тогда возможно. Ни в коем случае нельзя вымачивать тейп именно спиртом или водкой. Клей просто расплавляется, и после этого вы физически не снимете никаким образом, соответственно, этот тейп. Поэтому любой тейп, если нет аллергических реакций, лучше всего снимается с ремувером. И даже если существует какая-то аллергическая реакция или раздражение на тейп после снятия, лучше всего после того, как вы сняли, протереть это место обычной водой, и после этого уже наносить заново тейп. Это меньше вы получите раздражения, чем вы тейп будете снимать, или ребёнок просто не захочет больше никаким образом просто с истерикой снимать этот тейп. Поэтому в этом случае лучший пациент к вам придёт второй раз на приём на снятие, соответственно, тейпа, и вы следом нанесёте. Пусть он поносит тейп не 3-4 дня, как вы рекомендовали, пусть он поносит его 7 дней, но кожа не травмируется, то есть да, вторые 2-3 дня это будет просто тряпочка на теле пациента, но, по крайней мере, это будет безболезненно для его кожи. И как минимум вы сможете пролонгировать эффект, предложить повторно затейпировать данного пациента, и он не скажет ни в коем случае, я еле снял в течение трёх дней, снимал этот тейп, особенно в области шеи, то есть если даже вы работаете со взрослыми пациентами, дети уж это точно категорически не дадут. Тем более работая с детьми, у которых достаточно большое количество пушкового холоса, они существуют, любое движение будет давать болезненное состояние, поэтому триммер очень часто используется, хоть незначительно, то есть если вы понимаете, что больше сантиметра у вас волосы, то есть они существуют, то это будет болезненно при любом минимальном движении. Единственный момент, крост-тейпирование, то есть оно более локально, более точно, и мы можем проработать, просто физически раздвинув волосы в этом месте и зафиксировав тот или иной момент. То есть касаемо снятия. Отлично. Это, собственно, касаемо снятия. Безусловно, мы так или иначе еще это проговорим в рамках разбора или каких-то конкретных аппликаций, но еще раз повторюсь, этот момент очень важен. И еще, мы по кинезио-тейпированию, по динамическому тейпированию также с вами будем разбирать 3 или 4 основные техники снятия. Обращаю внимание, можете себе это здесь записать, потом еще раз мы повторим, вы запишите. Вы, подчеркиваю слово, обязаны. Вы обязаны их знать самостоятельно, как делать, то есть вы, как специалист, обязаны знать все техники. И второй момент, вы обязаны обучить пациентов правильно снимать тейп этими всеми техниками, ну или той техникой, которая, собственно, пациенту будет понятно, полезна и так далее. Почему так? С нами со всеми может многое случиться. Мы можем уехать на ГУА, допустим. Достаточно частая история в российской медицине. Просто взяли и купили билеты и улетели на ГУА. Ну, бывает такое с людьми. Отсюда следствие, что для того, чтобы у вас пациенты не остались с этой аппликацией и не было такого, то, что к вам пациент первичный пришел, вы ему сделали аппликацию на спину, на ногу, без разницы, на шею. После этого вы куда-то там улетели, пациент что-то там сам снял, через условно неделю пришел. Вы говорите, ну как? Он скажет, когда аппликация была, вообще супер. Когда снял, вы знаете, давайте больше не будем делать. На логичный вопрос, а что случилось? Он говорит, слушайте, у меня такое раздражение, мне кажется, аллергия на тейпы. На логичный вопрос на второй, а что случилось-то? Он поднимает там майку, закатывает рубашку, видите, вот прям вот такой вот волдыри просто от тейпа. И совсем на логичный вопрос, а что ж так? Он скажет, не, ну что, вы же сказали 5 дней поносить, а дальше что? Ну я как бы, ну как вот стоял в ванной, вот так было, так вот там и снял. Ну понятно, что на вот такую вот историю, или там вот так вот снял, или вот так вот снял, понятно, что будет достаточно сильное выраженное раздражение, и понятно, что в эту область или на эту область, скорее всего, никакую другую аппликацию в ближайшее время точно нанести не будет возможно. Отсюда следствие, что ваша задача крайне, ну прям важная, важная, это научить пациентов правильно снимать вот эти аппликации. Каким образом, ещё раз повторюсь, мы это обязательно разберём чуть попозже.